Недавно я получил письмо с вопросом, Антонио мой друг женится, и он попросил меня помочь ему с выбором костюма. Мне приятно, но есть нюанс, он худой парень со сколиозом. Моя первая идея, традиционный черный костюм с жилетами и бабочкой, но если у тебя есть еще предложение, я открыт, с наилучшими пожеланиями, Питер. Для тех из вас, кто не знает, что такое сколиоз, это когда позвоночник искривлен. Могу предположить, что если он это упомянул, то проблема довольно серьезна и сколиоз заметен. К тому же он худой. И вы, наверное, знаете, что одежда с магазина слишком большая для худых парней. И как этому парню выглядеть на миллион баксов в такой важный для него день? Сейчас узнаем. Если вы видели больше, чем парочку видео на моем канале, то вы в курсе, что человек права полушария, и мне нравится использовать инструменты для решения проблем. Поэтому прямиком перейдем к пирамиде стиля. Первым делом это покрой. Это не что иное, как размер и то, как одежда будет на вас смотреться. Далее идет конструкция одежды. Это материалы, ткань, это то, как одежду сшили. Все это составляет качество одежды, которую вы носите. У основания пирамиды стиля разместим коммуникацию, которая играет одежда. Это ее функциональность. Посылает ли она подходящие сообщения? Является ли она подходящей одеждой для своей работы? Давайте начнем с размера. Кстати, костюм это куда больше, чем просто пиджак и брюки. Сюда входит и рубашка, и туфли, и все, что с ними связано. Но, конечно, фокус на костюме и его размер являются важной частью, потому что это может оказаться самым трудным делом. Есть несколько вариантов. Это пошитый на заказ, костюм, который можно подогнать по размеру, или костюм с полки магазина. Но костюм с полки имеет ряд плюсов. Во-первых, он уже готов и ждет на полке. И если вы попадете к хорошему мастеру, то он даже сможет его подогнать под ваше тело довольно неплохо. Все зависит от того, с чего вы хотите начать. Вы можете пойти в магазин, где есть сотни вариантов, найти что-то, что будет хорошо смотреться. И надо лишь слегка подправить. К тому же, такие костюмы могут оказаться сильно дешевле. Вы можете найти новый или подержанный костюм. Ну, или можно заглянуть на сток и найти жемчужину. Итальянский костюм за пару сотен баксов. Звучит так, будто готовый костюм – это то, что надо. Но все не прямо так. Господа, этому джентльмену сложно подобрать свой размер. Помимо того, что парень худой, у него еще и сколиоз. И в зависимости, насколько большая проблема, то он наверняка нам лучше смотреть в сторону беспоук костюмов или мэйд ту мэжа. Беспоук – это полная противоположность магазинному костюму. В этом случае каждый элемент костюма сделан индивидуально под человека. Это когда ты выбираешь самостоятельно ткань, и на протяжении недели, а может и месяцев, они шьют костюм. В общем, да, покупая костюм в магазине, можно оторвать себе хороший экземпляр. Но если у вас есть трудности с размерами, как у этого парня, у него не просто искривление, он еще и худой, то, пожалуй, вам лучше выбирать среди мэйд ту мэжа костюмов, которые сделаны так, что их можно исправлять по размеру, их еще называют кастомные. В этих костюмах не делают каждую вещь индивидуально, но зато они сшивают костюм по частям, поэтому можно выбирать некоторые опции. Например, разрез подмышек выше, что хорошо подойдет для нашего героя, потому что он худой. Также можно выбрать более тонкие рукава, это тоже хорошо работает с его худобой. В целом, дизайн будет сделан специально для более худых типажей. Мэйд ту мэжа, это когда они берут различные части, и могут из них сделать тысячи различных вариаций. И в итоге можно получить более подходящий по размеру костюм, чем если покупать костюм с полки. Ну и, конечно, если вы хотите костюм без полк, то вам надо приготовить деньги, потому что такой костюм может стоить тысячи долларов, и, конечно, время. Это куда более значимая часть. Потому что пошить первый костюм может занять от двух до трех месяцев. Поэтому надо быть уверенным, что вы впишетесь во временные рамки. Поэтому я бы, наверное, смотрел в сторону костюма Мэйд ту мэжа. Ну или найти костюм в магазине, который максимально хорошо сидит на вас, и подправить у мастера. Хорошо. Как костюм должен на вас сидеть? Когда вы покупаете костюм из магазина, то вы должны примерить его и убедиться, что он сидит на вас максимально идеально. Он хорошо смотрится в плечах, в области торса, он должен выглядеть вот так. Его длина должна быть верной. Давайте пройдемся по конструкции. Это будут ткани и другие материалы, которые используются в костюме. И самый простой и одновременно трудный способ найти хороший костюм – это найти костюм с плавающей подстежкой. Многие не имеют понятия, что это такое. А это скелет, который находится внутри грудной части костюма. Когда их сшивают, то он добавляет немного гибкости в движении. И это один из дорогих способов создания костюма. Не думаю, что такой способ можно встретить в костюмах с магазинной полки. Он встречается в топовых костюмах на заказ или в некоторых костюмах made to measure. Но и тот, там немного другая методика. Они просто проклеивают эти части. Не могу сказать, что склейка – это ужасно, но это точно не того же качества, что и сшивание, потому что со временем клей начинает трескаться, отслаиваться. Поэтому это не так хорошо. Есть полумеры, когда они проклеивают и сшивают. Думаю, это нормально. Но когда вы ищите костюм и общаетесь с опытным продавцом, или изучаете костюмы, и там пишется, что тут полупрошитая конструкция, тут плавущая подстежка, тут прошивная конструкция, то на это стоит обратить внимание, потому что это отличный показатель качества. Это невозможно увидеть, потому что это находится внутри конструкции пиджака. Но есть и другие нюансы, на которые стоит обратить внимание. И первое, на что обратить внимание – это качество ткани в целом. Господа, если вам нравится сегодняшнее видео, то попрошу вам поставить ему лайк. Вы знаете, что этим парням из гугла не нравится Real Man Real Style? Почему? Им не нравится, как мы выглядим. Они говорят, что мы слишком формально одеваемся, и поэтому нас надо припустить. Да не, они нас не прессинкуют. Просто это помогает видео, когда вы лайкаете или комментируете, или даже когда вам не нравится видео. Суть во взаимодействии, поэтому, ребята, дайте мне знать, что вы там есть. Как же определить ткань высокого качества? К сожалению, нельзя смотреть на числа. Некоторые смотрят на размер волокон и говорят, что это 220. Это должна быть хорошая ткань. Но не совсем так. Эти величины не регулируются, поэтому размер в одной компании Super 220 может оказаться в другой компании Super 120. И это сбивает с толку. Каждая компания пишет по-разному. Что я могу порекомендовать, это обращать внимание на возраст компании. Такие компании, как Xenia, VBC, Reda. Взгляните на историю этих компаний. Взгляните на их ткань. Если взглянуть на внутреннюю подкладку, то можно увидеть, как они хвастаются тем, какого типа это плетение. Зачем они это делают? Потому что это говорит о том, что данная ткань была сплетена определенным образом. Это высокое качество, и они дорогие. И это важно, потому что шить такой костюм надо потратить примерно 3,5 метра ткани. Поэтому, если ткань стоит 50, 100, 200 или, может, даже 1000 долларов за метр... Да, есть и такие ткани. Поэтому, если просто на материалы ушло 3,5 тысячи долларов, то сам костюм будет стоить, наверное, 10 тысяч. Как бы я понимаю, что это хай-энд костюм, но здесь идея в том, что если они потратили кучу денег на топовые материалы, то они будут очень внимательны к качеству изделия, потому что качество костюма, пока у вас у самих не будет классного костюма, трудно заметить. Но я рекомендую вам пойти в самый лучший магазин для мужчин и примерить топовые костюмы. За одну – 2000. Спорт-пиджак за 2000 или туфли за 500 баксов. Зачем? Я понимаю, что у вас, может, нет таких денег, но вам стоит попробовать ощутить, каково это – надеть премиум вещи, потому что это позволит вам замечать детали, как они делают подкладку в этих пиджаках. Все мелкие детали. Нитки не вылазят. Часто бывает, что там половина подкладки или вообще без подкладки. А это – признак высокого качества. Вы начнете разбираться в этом языке нюансов, и в какой-то момент, когда вы заметите похожий пиджак на полках магазина со скидкой, скажем, с одной тысячи цена упала до 150-200 долларов, то вы просто хватаете его, потому что вы знаете, что это отличное предложение, и у вас достаточно опыта, чтобы это распознать и заметить все мелкие детали. Поэтому в большинстве случаев не стоит вестись на размеры тканей. А вот на что стоит обратить внимание, так это на то, чтобы это была 100% шерсть. И если это микс с синтетикой, то стоит быть аккуратнее. Не скажу, что невозможно найти хорошую вещь, которая 50% полиэстер и 50% шерсть, но я бы выбрал премиум ткань – шерсть. Но также можно увидеть, что шерсть смешивают с кашемиром, в таком случае цена летит вверх. Есть миксы шерсть, с льном или хлопком. Кстати, костюмы с льном, они более грубые, и это более летние костюмы. Но лично мне нравится шерсть. Камбольная шерсть – это лучшая выделка шерсти. Именно такой тип шерсти нам нужен. Он сказал «черный костюм». Тут я был бы осторожнее. Да, черные костюмы доминируют в продажах, но, на мой взгляд, они слишком контрастные. И не выглядят так хорошо. По-моему, темно-серый выглядит лучше. Ну или темно-синий. Да, у многих есть предвзятое ощущение, что если это свадьба, то надо надевать черный смокинг. Но нет. Я бы рекомендовал брать себе неустаревающий костюм, который можно будет носить снова и снова, чтобы вы могли вытащить из него свои деньги. Вы бы тогда могли пойти в нем на интервью, или пойти к кому-то другому на свадьбу. Или, если вас пригласили на крести на ребенка, то его можно было бы надеть и туда. Костюмы универсальны, а вот смокинги, они чуть более требовательны и нарядны. Ну, если вы в Нью-Йорке, то, наверное, у вас есть больше поводов надеть смокинг. Но для большинства людей в жизни выпадает, наверное, два-три повода надеть черный смокинг. Поэтому я рекомендую выбрать костюм. Даже если вы электрик или сантехник, ваши дети когда-то будут жениться, или ваш сын будет выпускаться из авиационной академии, и вам захочется быть там нарядным, красивым и чувствовать себя на все сто, вот тогда костюм вам пригодится. Наверное, я забежал слишком далеко вперед в будущее. Но в любом случае, инвестиция в костюм, я считаю, что это инвестиция в себя. Но убедительная просьба, не идите в сторону ярких цветов или светлых цветов, или каких-то непонятных паттернов. Выбирайте простой костюм, который будет отлично на вас смотреться. Давайте же теперь поговорим о стиле костюма. Одна пуговица, две пуговицы, три пуговицы. Будет ли это двубортный костюм? Проще. Лучше, парни. Так что простой костюм с двумя пуговицами – это отличное начало для 99% парней. Три пуговицы? Может быть. И есть еще опция две с половиной. Это типа три пуговицы. Это когда пуговицы размещены в верхней части с большими лацканами. Очень стильный костюм. Но для большинства мужчин костюм с двумя пуговицами – это идеально. Да, можно встретить и с одной пуговицей. Такие варианты подойдут тем мужчинам, которые невысокого роста или на смокингах. Костюмы с четырьмя пуговицами – это, как бы сказать, вызывает отвращение. Даже не прикасайтесь. Двубортные костюмы? Ну, думаю, если у вас уже есть 7-8 костюмов, и вы часто ходите в костюмах и знаете, что такое двубортный костюм, то, думаю, можно попробовать. Начните с классического одноцветного костюма. Давайте взглянем на другие стили. Если вы покупаете костюм с полки, то чаще всего это будет предопределено. Но убедительная просьба – посмотреть, чтобы на костюме не было слишком больших вульгарных лацканов. Особенно если вы худой парень, то вам лучше выбрать тонкие лацканы с вырезом. Вариант номер один. Иногда можно встретить лацканы с острием, но чаще всего такой фасон встречается на двубортных пиджаках. Конечно, это более модное течение. У меня есть парочка однобортных пиджаков с острыми лацканами, и они хорошо выглядят. Закругленные лацканы. Их обычно используют на смокингах, но они не очень хорошо выглядят на пиджаках. Еще они бывают на вязаных пиджаках или свитерах. Иногда можно встретить на двубортном костюме, но все же это больше относится к смокингу. Карманы. Должно быть два плоских кармана и один карман на груди. С задней стороны пиджака бывает один разрез, два разреза или без разреза. Это больше итальянский стиль. Я бы не рекомендовал такой стиль всем, потому что он более узкий. Одинарный разрез – это самый простой и дешевый в производстве. Лично я стараюсь избегать таких. Он плохо выглядит, когда ты кладешь руки в карманы. У тебя открывается зад. Двойной разрез, на мой взгляд, самое то. Он стоит дороже, и это знак более качественного костюма. С брюками надо избегать складок. Складки подойдут более тяжелым мужчинам, которые носят брюки выше на талии. В таком случае складки оправданы. Такие складки встречаются на кастомных брюках. В таких брюках используется больше материала. Они носятся с подтяжками, в них другой покрой. Но если вы большой парень, то смотрите в эту сторону, потому что они удобны и дадут вам свободу в движении. Ну а теперь, мне вообще-то нравится низ моих брюк. Мне нравится, когда у меня есть подвороты. Но я понимаю, что многим парням это не нравится. Поэтому если вам хочется, чтобы вид был гладкий, скажем, у вас 170-175 сантиметров, тогда вам подойдет стиль без складки. Или очень небольшой загиб. А если вы высокий парень, то вы точно можете позволить себе складки на конце брюк. На мой взгляд, это выглядит круто. Но я знаю, что многим такое не нравится. Все, конечно, зависит от вас и того, чего вы хотите. Теперь давайте поговорим о коммуникации. Функциональности костюма. Вы женитесь, поэтому вы хотите выглядеть восхитительно рядом со своей невестой. Вам хочется, чтобы у вас остались шикарные фотографии того, как вы выглядели вместе. Через 25 лет вы будете гордиться этим. Поэтому мы и создаем этот образ. Что я могу порекомендовать, это темный цвет. Не обязательно брать черный. Это может быть угольно-серый, темно-серый или синий. Все они отлично подойдут, надо просто подобрать подходящий к тону вашей коже. Если вы постарше, тогда синий будет лучше. Если вы молодой, вам 20, тогда темно-серый. Он вам добавит зрелости. Это все детали, но в целом функциональность. Цель – это выглядеть отлично, но при этом не выделяться. Поэтому, когда вы надеваете другие части, будь это светло-голубой или белый, я бы не рекомендовал что-то яркое и броское. Хотя в более кэжуал ситуации можно выбрать несколько нарядов, где данное сочетание будет хорошо смотреться вместе. Тогда получится довольно интересный образ. Конечно, это не для свадьбы, потому что свадьба – это контраст. Классический формальный вид. Поэтому белая или светло-голубая рубашка, одноцветный галстук, туфли. Если это синий костюм, тогда темно-коричневые или черные туфли. Если же серый костюм или черный, тогда, конечно, лучше выбрать черную обувь. Жилет – это хорошая тема, потому что жилет добавляет многое к образу. Если вы заказываете костюм или это костюм под размер, тогда берите к нему и жилетку. Она может быть похожего цвета или наоборот – контрастная. Она будет спрятана по большей части пиджаком, поэтому можно добавить ей немного цвета. Также упомянули бабочку. Конечно, галстук более классическая вещь, но бабочка, кстати, столь же формальна, как и любой галстук. Уинстон Черчилль отжигал в бабочке. Так что можно свободно надевать бабочку с небольшим повторяющимся паттерном. Или одноцветную, ну, или можно привнести в нее оттенок, скажем, который повторяется в общем стиле свадьбы. Можете позабавиться с этим всем. Взгляните в зеркало и убедитесь, что если вы надели бабочку или галстук, то завяжите узел самостоятельно. Как это сделать быстро, дешево и хорошо? Вот вам пирамида решений. Я взял это с одной картинки много лет назад, но это те три типа услуг, которые можно получить в индустрии моды, когда вы хотите приобрести себе хороший костюм. Вот как выглядит пирамида. Хорошо, дешево и быстро. Но подвох в том, что вы можете выбрать только два. Хорошо и дешево, но не быстро. Быстро и хорошо, но не дешево. Ну или дешево и быстро, но тогда это не будет хорошо. Так что, Питер, надеюсь, это поможет твоему другу выглядеть хорошо на свадьбе. Господа, если у вас есть вопросы, то пишите мне в комментариях, мы их просматриваем и можем сделать несколько видеоответов. Какое видео смотреть дальше? Как насчет семи грехов стиля? Если вы допускаете хоть один из них, то вы обречены на смерть. Я шучу, но это серьезно. Вы должны быть уверены, что не делаете этого. Что это за грехи? Смотрите в видео.